Здравствуйте, друзья! Вот мы и подошли непосредственно к составу InveraTabs и главнейшему вопросу, как он реально действует. Что происходит с топливом бензобаки, что происходит в топливной системе и что происходит уже во время сгорания топливной смеси, конкретно в камерах сгорания вашего двигателя, после добавления Invera в бензин при заправке вашего автомобиля или дистоплива, если у вас дизель. То есть, за счет чего, каких веществ и принципов этот препарат действует. Откуда берется та самая эффективность, о которой говорят люди, применяющие его, и люди, строящие на основе InveraTabs свой личный бизнес. Рассмотрим это все самым подробным образом. Итак, чаще всего InveraTabs называют катализатором сгорания топлива. Это не совсем верно и в процессе этого ролика мы с вами поговорим об этом более детально. Но, по большому счету, это не принципиально. Как именно называть этот препарат? Главное, действительно ли он работает? Оказывает ли Invera позитивное воздействие на топливную смесь и работу движков? И как именно? И есть ли какой-нибудь, хотя бы малейший вред для двигателей? Поэтому, разберем для начала, что вообще представляет собой именно катализаторы, как средство для улучшения, если не свойств топлива, то хотя бы конкретно процесса горения. Друзья, давайте вспомним, что такое катализаторы, что на самом деле ими являются, какими свойствами они обладают и чем они отличаются от остальных биологически и химически активных веществ. Вот таким образом они описываются во всевозможных справочниках о научной и учебной литературе. Катализаторы – это вещества, которые инициируют химические реакции, невозможные в обычных условиях или ускоряют и способствуют более полному их проведению. Катализаторы горения – это вещества, изменяющие процесс горения, то есть окисления топлива, и которые относятся к отдельному самостоятельному классу топливных добавок, то есть добавок, изменяющих скорость и механизм горения топлива. И вот здесь сразу давайте уточним, что в данном случае, когда вопрос касается топлив, катализатор – это отдельный элемент, как правило, металл в мизерной концентрации с определенными природными свойствами, или соединение металла, то есть металл, находящийся в форме оксида или соли этого металла. Но путаница и непонимание в этой теме возникает из-за того, что катализатором может быть и металлоорганическое соединение, например, ферроцин или циклопентадиенил марганца. То есть эти металлоорганические препараты, которые чаще всего применяют как присадки антидетонаторы, фактически являются и катализаторами процесса сгорания. Они в определенном смысле тоже улучшают процесс окисления топлив. Но в чем вся изнанка, в чем фишка этого вопроса? Да в том, что в данном конкретном случае, когда эти органические соединения металлов используются как антидетонаторы, то есть вещества, увеличивающие октановое число бензинов, их концентрации в десятки раз, а иногда уже в сотни раз, превышают нужную для этого концентрацию. То есть проявляются уже все негативные побочные стороны от их применения, которые напрочь перекрывают тот самый каталитический эффект, который они могут давать, находясь в нужной строго дозированной концентрации. Я к чему вам, друзья, все это говорю? К тому, что у катализатора может быть либо один конкретный металл, элемент с определенными природными свойствами, в виде соли или оксида этого металла, либо одно металлоорганическое соединение. Но чаще всего в качестве катализатора выступает именно один конкретный элемент – железо, никель, марганец, и, как правило, либо в виде соли, либо в виде оксида этого элемента. И, например, тот же самый эфироцин оказывает свое каталитическое воздействие на горение топлива только потому, что содержит в своем составе железо. И при сгорании эфироцина происходит образование оксида железа непосредственно того самого катализатора горения внутри камер сгорания. Так что и здесь, в этом случае, катализатором является отдельный элемент – оксид железа в трехвалентной форме. А поэтому препараты, которые включают в свой состав уже целый комплекс таких отдельно взятых элементов катализаторов, да плюс к тому уже объединенных в отдельные группы с различной направленностью действия и различного назначения, строго подобранной концентрации, и которые выполняют сразу несколько функций – катализатора, ингибитора, стабилизатора, биологически активного вещества и другого. Я сейчас говорю об инвиротепс. Путать или относить, что называется, в одну кучку вместе с отдельными элементами, а тем более, как было сказано выше, даже с ферроцином и органическим соединением марганца, некорректно и чересчур упрощенно. Это все равно, что пытаться сравнивать телегу с современным автомобилем. Так вот, что касается комплексных систем, содержащих целую группу таких отдельных катализаторов, но уже не отдельных элементов, металлов или веществ, а взаимосвязанных в одну целую, таких как инвиротепс и схожих с ним. Введение их в исходное, то есть готовое товарное, как их называют, бензинное и дистопливо, позволяет получить новое горючее с уже улучшенными свойствами. Давно известно и доказано экспериментально и практически, что чем выше температура воспламенения горючего, тем меньше скорость его горения. И здесь есть один очень важный для всех современных форсированных движков момент. Чем больше степень сжатия, тем больше давление и температура рабочей смеси в момент искрового разряда, что улучшает воспламенение и протекание второй основной фазы сгорания. Этим, собственно, и характеризуются практически все современные форсированные моторы с высокими степенями сжатия. К тому же оборудованы турбонаддувом или даже системами TWIN, то есть двойным турбонаддувом с двумя турбинами. Но при этом продолжительность третьей фазы дожигания смеси значительно затягивается, так как количество смеси в пристеночных слоях увеличивается, падает давление, и температуры для полноценного сгорания высокотемпературных компонентов топлива уже недостаточно. А их этих самых трудногорящих фракций в составе наших российских топлив хватает. И нагар, и смолистые отложения на стенках – это закономерный итог такой ситуации. Так вот, катализаторы горения увеличивают скорость горения таких топлив. И наибольшее действие элементы катализатора оказывают именно на горение высоко кипящих углеводородов топлива, то есть тех, которые горят сложно, долго и проблемно. То есть больше воздействует именно на процесс основной фазы и догорания, или иначе говоря, дожигания топлива. При повышении давления влияние катализатора на скорость горения будет уменьшаться в соответствии с принципом Леш-Ателье. Что это значит? А значит это то, что катализаторы в бензиновых двигателях практически не увеличивают скорость воспламенения в момент сжатия смеси, наибольшего давления, в начальной фазе холодно-пламенного горения и мгновением дальше уже в фазе воспламенения смеси от искры зажигания. И поэтому катализаторы сами по себе никаким образом не воздействуют на возникновение пероксидов, то есть свободных радикалов. Почему это так важно? Именно эти свободные радикалы или пероксиды и приводят к возникновению детонации в камерах сгорания. Об этом шла речь в предыдущих роликах, вы помните. И именно поэтому в бензины добавляют присадки антидетонаторы, которые и борются с образованием и действием таких пероксидов, обладающих взрывным характером горения. Но борются присадки с ними именно в стадии холодно-пламенного горения, перед самым моментом воспламенения. Это их прямое предназначение. С катализаторами все иначе. Что получается? Что в момент наибольшего давления, то есть в момент сжатия смеси в самой верхней точке нахождения поршня, катализаторы, согласно этому самому принципу Леш-Ателье, не оказывают на скорость горения топливных смесей никакого воздействия. И подключаются они уже во второй основной фазе горения. И в третьей, заключительной фазе горения, где их свойства и способности улучшать процесс горения и проявляются лучше всего, а самое главное, уже к месту вовремя. Катализаторы горения применяются в концентрации от 0,01% до 0,001%. И фактически они не изменяют основные физико-химические свойства базового топлива. Какие это свойства? Текучесть, испаряемость, октановое число, то есть детонационная устойчивость у бензинов, и цитановое число, то есть склонность к воспламенению уже у дистоплив. Так вот, что касается катализаторов как отдельных элементов. Они действительно и не могут воздействовать на свойства топлива, реально не улучшают их, а только ускоряют процесс сгорания в определенный момент, в определенный диапазон температур. Как уже говорилось выше, инверотепс, так как он фактически имеет гораздо более насыщенную структуру, чем катализаторы в обычном понимании, улучшает свойства бензинов и дистоплив. Он придает им стабильность, не восприимчивость к окислению воздухом и всевозможными примесями и осадками в процессе хранения топлива. И самое главное, не поднимая октанового числа, у него нет никаких компонентов для этого, очень эффективно противодействует возникновению пероксидов и, соответственно, придает бензинам детонационную устойчивость, что очень кстати. Это и позволяет применять на ваших автомашинах бензин с октановым числом ниже на одну ступень, чем требуется, так сказать, по паспорту, то есть по характеристикам мотора, конкретно степени сжатия вашего двигателя. Так как всем автовладельцам приходится и следует учитывать высокую испаряемость эфирной присадки МТБ и потери октана при его улетучиваемости из состава бензина в летом и вообще в теплое время года. А зимой этот эфирный антидетонатор добавляет проблем автовладельцам за счет своей высокой гигроскопичности. Он легко впитывает атмосферную влагу и добавляет воды в баках. Но это уже совсем другая тема и о ней будем говорить в другой раз. Причем это идет речь об официально поставляемых с НПЗ марках бензина АИ-95, АИ-98, которым вы заправляетесь на, опять же, официальных АЗС. С заправками, работающим по франшизе или под собственным флагом, тут уже и говорить не о чем. Если вы хотите каких-то гарантий, то в нашей стране вам их точно никто не даст. Так вот, о свойствах топлив. При этом Инвера не только обеспечивает изменение самого процесса горения, но и переводит топливо в новый класс, соответствующий нормам снижения выбросов по евро-5 и евро-6, конечно же, при работе на исправном двигателе. Что применяют в качестве каталитических элементов? К катализаторам горения относятся органические соединения металлов 1-й, 2-й и переходных групп, применяемые в рабочей концентрации порядка нескольких ппм, то есть частей на миллион, а по некоторым элементам даже ппб, то есть перс пербиллион частей на миллиард, например, микрограмм на килограмм или грамм на одну тонну топлива. Такая мизерная концентрация катализаторов горения в топливе практически не влияет на загрязнение ими камеры сгорания и свечей зажигания какими-либо зольными отложениями, в отличие, как уже говорилось, от металлоорганических антидетонаторов на основе ферроцена, марганца, свинца, где эти концентрации в сотни раз выше. Опять же, вам наверняка известно, что существуют катализаторы и реагенты. Реагенты – это вещества, которые вступают в химическую реакцию и при этом изменяются. И в нашем конкретном случае реагентами являются кислород и топливо, то есть смесь паров топлива и воздуха. Энергия активации, катализаторы и реагенты. Общепризнанный и установленный факт, что катализаторы способны понижать степень энергии активации, которая просто необходима для запуска, то есть начала и поддержания всех химических реакций. О чем идет речь? Существует так называемая теория активации. Так вот, согласно этой теории, в химическое взаимодействие вступают только активные молекулы, частицы, обладающие энергией, достаточные для протекания данной реакции. Неактивные частицы можно сделать активными, если сообщить им необходимую дополнительную энергию. Этот процесс и называется активацией. Поэтому энергия, которую надо придать молекулам реагирующих веществ, для того, чтобы сделать их активными, называется энергией активации. Она зависит от природы, то есть от происхождения, и от состава реагирующих веществ, и является характеристикой любой реакции, и обычно выражается в килоджоулях на моль. И такие энергетические барьеры ограничивают протекание реакций. Поэтому многие, в принципе, возможные реакции, либо сдерживаются, либо вообще не протекают. Ну, например, дерево, бумага, уголь и нефть способны окисляться и гореть на воздухе. А причина, по которой они не загораются сами по себе, сами собой, в обычных условиях, но при высоких температурах, заключается в том, что требуется очень значительная энергия активации для таких реакций. То есть им необходимы дополнительные активаторы в виде открытого пламени, доступа воздуха и химически активных веществ. Для возгорания им требуется высокая энергия активации. Другой пример. Возьмем смесь бензина и кислорода. Реакция между этими двумя веществами с термодинамической точки зрения возможно, но она не пойдет без затраты некоторого количества энергии, поступившей, например, в форме простой искры от свечи зажигания. Так же обстоит дело, например, и со спичкой. Вещества, которые содержатся в спичной головке, могут вступить в реакцию, итогом которой будет выделение энергии. Но чтобы запустить реакцию, придется сначала затратить какое-то количество энергии, то есть тепловой энергии, выделяющейся, когда мы чиркаем спичкой о коробок. При взаимодействии ионов энергия активации очень мала, и поэтому ионные реакции протекают с очень большой скоростью, то есть практически мгновенно. То есть в чем тут смысл? Что это значит конкретно в нашем данном случае, в случае с инверотепс? Да смысл в том, что благодаря ионам металлов в реакции горения топлива, мы тем самым снижаем энергию активации внутри взаимодействующей смеси, то есть кислород в воздухе плюс углеводороды в топливе, то есть топливной смеси. Вернее, снижаем необходимое требование к объему этой энергии активации. Ее под воздействием ионов металлов становится достаточно и в меньшем объеме. А это снижение энергии активации уже и приводит к резкому увеличению скорости сгорания, скорости самой реакции окисления топлива. Короче говоря, фактически мы за счет применения металлоорганических комплексов делаем так, что требуется гораздо меньшая энергия для запуска, если так можно сказать, неактивных или слабоактивных молекул в топливе. Вообще существует и действует такое железное правило. Чем больше требуется энергия активации, тем меньше активных молекул при данной температуре и тем медленнее идет реакция. И соответственно, наоборот, чем меньше нужна энергия активации, тем быстрее реакция и выше скорость сгорания. И реакция горения, окисления, протекает поэтому с затратами энергии на несколько ступеней ниже. То есть мы, применяя инверотепс, снижаем эту самую энергию активации, которая в обычных условиях требуется для быстрого и полноценного взаимодействия частиц топлива и кислорода. А она требуется очень немало, учитывая состав и качество наших топлив. Друзья, это половина сути, основы, которая раскрывает принцип действия металлоорганической составляющей этого препарата, инверотепс. Есть еще и чисто органическая. Поэтому для полного понимания, повторюсь еще раз, говоря простым доходчивым языком, для того, чтобы топливо, то есть типовые товарные бензины или дистопливо, особенно низкого качества, сгорало полноценно и быстро, ему не хватает энергии, так как для такой реакции требуется высокая, большая энергия активации его молекул, частиц топлива. Ионы металлов, растворенных в бензинах или дистопливе, снижают это требование, то есть делают так, что этой энергии активации для быстрого и эффективного процесса требуется гораздо меньше. Эти самые ионы металлов в составе таких вот металлоорганических активаторов за счет собственной активности восполняют объем необходимой энергии и сообщают недостающую активность вялым, полудохлым, извините за слово, молекулам сложных углеводородов с высокими температурами кипения и температурами сгорания, то есть высоко кипящим ареном, парафином, карбеном, карбоидом и прочим тугодумным в кавычках элементом в составе низкокачественных топлив, которые и приводят к отложениям нагаров, шлаков, смолистых отложений на внутренних поверхностях камер сгорания. Да и просто во всех современных реформулированных бензинах, к тому же задушенных большим содержанием мощных присадок антидетонаторов. Надеюсь, я понятно объяснил этот момент. Идем дальше. Принцип химического действия Enverateps. Друзья, подробный разбор принципа действия Enverateps как препарата, улучшающего сгорание всех углеводородных топлив, опять же начнем с небольшого научного обоснования этих процессов. Скорость химических реакций сильно зависит от температуры. При повышении температуры увеличивается скорость движения молекул и возрастает число столкновений между ними. Соответственно, увеличивается доля активных молекул. Есть такое правило Ван Гофа, которое гласит, что при повышении температуры на каждые 10 градусов Цельсия скорость гомогена химической реакции увеличивается в 2-4 раза. Напомню, что гомогеном является реакция, протекающая в бодних средах, то есть в смеси газов, паров или жидкостей. Различают вообще два вида катализа. Гомогены, то есть однородные, и гетерогены, неоднородные. При гомогенном катализе реагенты и катализаторы образуют однородную систему, газовую или жидкую. И между реагентами и катализатором отсутствует поверхность раздела. Механизм гетерогенного катализа более сложен. А к гетерогенному катализу относятся как раз действия металлов-катализаторов. То есть это именно наш с вами случай. Действие металлоорганики, металлов-катализаторов, которые являются самым эффективно действующим средством для усиления и ускорения сгорания углеводородных топлив, относится именно к гетерогенному катализу. Ребята, это наш случай, гетерогенный катализ. Именно в этом случае существенную роль играет поглощение поверхностью катализатора реагирующих частиц. При гетерогенном катализе исключительно большое значение имеет поверхность соприкосновения реакционной смеси с катализатором, то есть площадь контакта. Так, например, платина, взятая в виде пластинки, какого-то там кусочка, повышает скорость реакции в сотни раз меньше, чем то же самое весовое количество металла, то же самое количество платины в виде порошка, напыленного на какую-то основу. О чем здесь идет речь? Друзья, да о том, что, например, платина и риги и другие редкоземельные металлы совсем не зря напыляются на керамические соты, расположенные внутри каталитических нейтрализаторов дожига. Ну или, в общем, катализаторов, как их называют в народе. То есть тех самых каталитических систем, которые расположены у нас в выхлопной трубе, в выхлопной системе. В том-то все и дело, что в таком вот напылении, в тонком слое, с увеличенной искусственным путем площади контакта, такие металлы, их оксиды или соли, действуют в сотни раз лучше, эффективнее, чем они просто были бы добавлены в выхлопные газы, или располагались в выхлопной системе в виде колец, или пластин, или каких-то этих самых приспособлений. То есть для этого и делается именно напыление тонкого слоя на керамические соты, для того, чтобы значительно увеличить площадь контакта. Абсолютно то же самое можно сказать и о каталитическом воздействии некоторых металлов, добавленных в топливо и растворенных в нем, попадающего вместе с углеводородами и воздухом в камеры сгорания. Если разобрать механизм действия металлов-катализаторов по шагам, а точнее отдельных элементов, которые обладают этими свойствами, так как далеко не все металлы имеют каталитический эффект, то этот механизм действия металлокатализатора будет выглядеть таким образом. Первый шаг. Оксид или соль металла в виде порошка, сформированного в таблетку, капсулу или растворенного в жидкой основе, как в октан-бустерах, в сольвенте или талуоле, попадает в топливный бак и там растворяется. Второй шаг. Этот растворенный элемент, то есть металл, доставляется в составе топлива в топливный тракт. Оттуда форсунками впрыскивается вместе с топливной смесью, либо прямо в камеру сгорания, то есть прямой непосредственный впрыск, либо во впускной тракт вместе с порцией воздуха и через систему впускных клапанов попадает уже в камеры сгорания. Третий шаг. В момент воспламенения и при определенной температуре и давлении происходит превращение оксида или соли этого металла в его новую форму. Оксид другой валентности состояния или в чистую форму этого элемента. Так, например, в нашем конкретном случае железо в виде карбоксилата железа или гидрооксида железа, коллоидного железа, при достижении нужной температуры и давления в камере окисляется до оксида железа в трехвалентной форме, который и является, как я уже много раз говорил, катализатором горения, одним из каталитических элементов реакции окисления топлива. Происходит напыление, то есть отложение частиц этого оксида железа на стенке камеры в верхней их части и на поверхности клапанов и верхней части блока цилиндров. То самое каталитическое покрытие, о котором так много говорят, но никогда толком не поясняют, в чем там, собственно, все дело. И вокруг этой самой каталитической пленки, а точнее оксидного каталитического образования, отложения, и возникает больше всего вопросов и непонимания. Поэтому мы вернемся к этой стороне вопроса и действия InveraTeps более подробно уже в ролике о дозировках и применении Invera на разных типах двигателей. Вернее, движках, оборудованных различными приспособлениями и механизмами, призванных усиливать качество сгорания топлива. Это важно, поэтому будем разбирать это отдельно. Это напыление выглядит совсем не как пленка, а именно как напыление с немного неравномерной и мелкозернистой структурой. Имеет рыжевато-красный или красновато-бурый цвет, характерный для оксида железа в трехвалентной форме. Кстати, откладывается железо в виде оксида еще и потому, что оно является феромагнетиком. И поверхности цилиндров, то есть внутренней части камер сгорания, изготовленных либо из стали, либо из чугуна определенных марок, этому способствуют. А, например, фероцин, который тоже содержит железо, является диамагнетиком. Но в процессе сгорания фероцин диамагнетик превращается в фероцин, а тот затем окисляется в оксид железа и приобретает уже свойства феромагнетика, то есть получает магнитное свойство. И здесь самым важным, если не сказать кардинальным моментом, является именно концентрация железа в составе этих препаратов. Это отложение оксида должно быть в такой дозировке концентрации, чтобы проявить свои каталитические способности, оказать воздействие на ход реакции окисления и сгореть полностью в результате общей реакции в процессе сгорания вместе с углеводородами. То есть никаких остаточных отложений оксида железа там уже не должно быть. Четвертый шаг. Оксид железа именно в трехвалентной форме взаимодействует со средой реагентов. Молекул воздуха и топливных паров. Именно благодаря своей увеличенной активной поверхности, своей площади контакта. Но кроме образования каталитически активной поверхности, в Энвира действует уже и другой механизм. Включаются другие принципы. Происходит насыщение топлива ионами металлов. Равномерное их распределение по составу смеси и благодаря этому обеспечивается равномерность температуры при сгорании смеси. Независимо от того, в какой части камер, около очага воспламенения или в удаленных участках происходит поджог и горение смеси. И молекулы углеводородов в топливе получают мощный импульс энергии активации от ионов металлов, катализаторов горения. Насыщая топлива ионами металлов, Энверотепс решает в этом случае сразу пару-тройку важнейших задач. Первое. Снижает его энергию активации и тем самым ускоряет горение, повышает значительно его скорость. Второе. Снижает температуру, которая необходима для протекания этой реакции. Потому что следствием снижения энергии активации является возможность обеспечить почти полное сгорание топлива при более низких температурах. Третье. Снижает максимально избыточное давление на стенке камер. Потому что понижение температуры в камеры сгорания приводит к уменьшению максимального давления в ней. А снижение излишнего давления, то есть происходящее уже не на поршне, а на стенке цилиндров, об этом говорилось в предыдущих роликах, позволяет снизить жесткость работы двигателя, а также уменьшить выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Это тоже важно, потому что канцерогены в выхлопных газах автомашин, окислы азота прежде всего, образуются в большом объеме именно при высоких температурах и повышенном давлении. Действие оксида железа – это примерно всего лишь 25-30% от всего каталитического действия инвиротепс. Инвиротепс – это каталитическая система новейшего поколения, не третьего и не пятого, а абсолютно другая, построенная на совершенно другом принципе, подходе к решению проблем топливной эффективности. И ни к каким поколениям ферроциновых препаратов инвиро отношения не имеет. Об этом в другой раз мы еще поговорим, но сейчас не об этом. Принцип его работы кардинально отличается от всех ныне существующих бустеров и топливных добавок. Что вообще используют в мире ведущие нефтехимики с целью улучшить процесс сгорания углеводородных топлив? В качестве катализаторов применяют органические соли или оксиды кобальта, марганца, железа, меди, хрома, никеля и других. В реакциях окисления углеводородов механизм катализа очень сложный. Ускоряя реакцию окисления, катализатор испытывает обратное воздействие продуктов окисления, что приводит к тому, что процесс проходит в несколько последовательных стали. Давайте разберемся, в чем именно состоят различия действия этих трех видов препаратов, которые разрабатываются и применяются во всем мире для воздействия на топливо. Какие это виды? Присадки антидетонаторы, октан-корректоры или бустеры, как их называют в большинстве стран, каталитические системы, комплексные корректоры топлив, такие как инверотепс и некоторые другие. Начнем с присадок антидетонаторов. Посмотрите на этот слайд. Друзья, в чем главное предназначение, в чем весь смысл применения присадок, повышающих октановые числа бензинов, за счет введения в их состав специальных веществ с высокой детонационной устойчивостью? МТБ, ММА, фитерола, металлоорганических антидетонаторов на основе ферроцена, циклопентадиенил-марганца, а когда-то еще до 1997 года в мире и до 2006 года в России фетр-этил-свинца, но и других их сегодня достаточно много. В том, чтобы подавлять образование пероксидов, свободных радикалов в начальной фазе реакции окисления топлива, то есть стадии холодно-пламенного горения, то есть до момента возникновения искры от свечи зажигания. Как мы уже с вами знаем, именно эти самые пероксиды, свободные радикалы, и приводят к детонации топлива на смеси, к неконтролируемому и взрывному сгоранию смеси из паров бензина и воздуха, то есть кислорода. Чтобы этого не было, в состав бензинов, авиационных бензинов и керосинов и вводят эти самые присадки. Они необходимы для всех поршневых движков. Это позитивная сторона вопроса, а дальше уже негативная сторона. Скорость реакции окисления снижается в самом ее начале и неизбежно сказывается на весь ее дальнейший ход. То есть падает скорость, качество сгорания, эффективность топлива, отдача двигателей, их КПД и без того и так совсем небольшой. Моторостроители пытаются решить эту проблему за счет всевозможных дополнительных узлов. Системы рециркуляции газов EGR и применением турбокомпрессоров, которые в последние годы уже по 2-3 турбины сдвоенные, стройные. То есть системы битурбо, твинтурбо и даже три турбо, как у 8-цилиндровых моторов аудио последних поколений. Решает ли это всю проблему? Да, решает, но процентов на 20-25, не больше. От этого реальный состав топлива не становится лучше. Оно не становится более эффективным по теплоотдаче, то есть теплотворности. Это не решает проблему остаточных нагаров и засмоления топливной аппаратуры, форсунок и прочего. А самое главное, что это хорошо для моторостроителей, потому что такие доработки двигателей значительно увеличивают их стоимость, затраты на сервисное обслуживание и ремонт. На сохранность и экономию денег в потребительском кармане они не сказываются практически никак, так как реальный расход топлива, а не рекламный, который подается в красивых рекламных роликах об очередном технологическом прорыве моторостроителей, совсем не тот. Так как состав бензинов и дистоплива, реальные условия эксплуатации автомобилей и моторов, уровень сервисного обслуживания совсем не те, что показаны в рекламе. И те красивые рассказы про полную адаптацию под российские условия чаще всего и остаются просто рассказами. Так вот, что касается присадок антидетонаторов, то здесь решение одной стороны вопроса, одной задачи и проблемы – придание бензинам антидетонационных свойств. Затем идет спад, падение скорости реакции окисления, то есть сгорание, ее эффективность и отдача топлива в целом. Что касается октанбустеров, октановых корректоров для топлива, их главное предназначение – именно коррекция октанового числа, детонационной устойчивости бензинов. За счет чего? Да за счет применения веществ с высокими октановыми числами – талуол, сальвенты, этанол, а чаще метанол, в смесях с ксилолом и другими компонентами. Антидетонаторы в виде ферроцена и марганца здесь практически не имеют значения, так как их концентрации гораздо ниже, чем в случаях с присадками, когда ферроцена или марганец, то есть симонтрен, применяются уже в дозах от 18 мг на литр, 32 мг на литр и вплоть до 50 мг на литр. Обычная концентрация ферроцена или марганца для октанбустеров – это примерно от 2,5 до 5-6 мг на литр бензина. Что еще надо подчеркнуть? Чаще всего эти препараты применяются как средство универсального действия, то есть и в бензинах, и в дизельном топливе. И это избивает с толку некоторых продавцов таких ферроценовых препаратов. Они начинают утверждать, что, мол, в дистопливе и газе же нет октанового числа, значит и mpg-буст, mpg-капс – это не октан-корректор, они не добавляют октановых чисел. Но в данном случае речь идет, конечно, о mpg-бусте, как октан-бустере и октан-корректоре. На самом деле, суть действия таких октан-корректоров не в ферроцене или марганце. Октановое число в бензинах корректируется, то есть добавляется на 2-3 единицы не за счет использования ферроцена, а за счет именно таких вот универсальных химических активных веществ – толуола, сальвентов и метанола. И в том-то все и дело, что эти же вещества способны корректировать и цитановое число дистоплива. Причем тут важно не тупо поднять цитановое число до 50-55 единиц, часто это и не нужно. И механизм воспламенения в дизелях совсем иной, а именно улучшить воспламеняемость дизельного топлива и сократить такой параметр, как задержка воспламенения. Кроме того, продавцам ферроценового бустера неплохо бы и знать, что газ, то есть пропан-бутановая топливная смесь, обладает октановым числом на уровне 110-120 единиц, то есть имеет такую вот детонационную устойчивость. Дело в том, что подобные препараты начали создавать, разрабатывать и применять, то есть впервые они появились на рынке Америки и Европы в середине 90-х годов прошлого 20 века. И связано это было с началом применения реформулированных бензинов, то есть современных бензинов на основе присадок антидетонаторов из эфиров, прежде всего МТБ, метилтриотбутилового эфира и других. Тогда же и выяснилось, что эта эфирная присадка имеет целый ряд негативных сторон. Она активно испаряется из состава бензина в летом и в теплое время года, и в странах с жарким климатом. Она гигроскопична и обводняет бензин и дополнительной ненужной там абсолютно влагой, и скапливается конденсат в баках. И как выяснилось, к обводнению бензинов и топливных смесей приводят и спирты, то есть этанолы и метанолы в составе топлив. Естественно, что нефтяные монополии компании, производящие топливо в промышленных масштабах, то есть миллионами тонн, все это особо и не заботит и не интересует. Чем же восполнять, корректировать потери нескольких единиц октановых чисел в бензинах? Воды стали поэтому появляться именно на потребительских рынках различных стран, именно для обычных автовладельцев, то есть частных лиц, простых граждан. Такие вот корректоры, помощники в кавычках в частичном решении этой проблемы. И использовались для этого совершенно различные наработки и научные исследования в топливной области за последние 40-50 лет, ну то есть на тот момент, начиная с 80-х годов и вплоть до середины 90-х, когда уже отказались от тетраэтил свинца в большинстве развитых стран и стали массово применяться реформулированные бензины. Для чего же используются ферроцин и марганец в этом случае? В этих бустерах начали применять уже широко известный ферроцин и циклопентадеил марганца, то есть цимантрен, некоторые соединения никеля и меди. Причем применение этих элементов и соединений решали задачу не подъема октановых чисел, а улучшения сгорания бензинов и дистоплива. Так как я уже об этом говорил, в концентрациях гораздо более низких, чем в присадках, примерно от 2-2,5 до 5-6 мг на литр, эти металлоорганические соединения улучшают свойства сгорания топливных смесей. Так как ферроцин при сгорании образует вещество-катализатор горения углеводородов, оксид железа в трехвалентной форме, а цимантрен при сгорании образует оксид марганца, который является также катализатором сгорания топливных смесей, сгорания углеводородных топлив. Но есть и негативная сторона. Слишком высока концентрация и железа, и марганца в составе этих металлоорганических соединений. Образуется избыточное оксидное отложение, которое вполне могут оказывать абразивный эффект, то есть абразивное воздействие на поверхности цилиндра и поршневых колец. А при стирании компрессионных поршневых колец частицы рыхлого оксида неизбежно попадают в картерный отсек, то есть в моторное масло, и приводят к его окислению раньше времени. Ну и конечно же этот избыточный оксидный налет откладывается в виде зернистого покрытия на свечах зажигания, причем почти полностью покрывается керамический изолятор свечей и электрод свечей. К чему это может приводить, уже говорилось в ролике про ферроциновые присадки. Так что ребята, самым главным фактором, самым главным моментом в разработке и научно обоснованном подходе в применении металлоорганических соединений и препаратов на их основе является концентрация. Я, концентрация элементов в составе таких препаратов для улучшения горючих свойств топлива. Поэтому-то в составе инвиротепс и находится железо как элемента меньше в 63 раза, чем в серии MPG, то есть в препаратах КАПС и БУСТ. Не 3,75 мг на литр, а 0,059 мг на литр, то есть 0,005 мг на литр. Я уже не говорю о присадках антидетонаторах на основе того же ферроцена и элицемантрена, где концентрация железа в сотни раз выше, чем в инвиро, а содержание марганца как элементов в тысячи раз выше. И железо здесь, в инвиро, не основной элемент. Об этом поговорим дальше. Вот в этом-то вся разница, друзья, в концентрациях веществ. Вы можете пить родниковую воду и радоваться жизни, наслаждаться вкусом, но если вас заставить выпить ведро родниковой воды, вам уже будет не до радости. Не зря знаменитый Парацельс еще в глубоком средневековье сказал, лекарство может стать и ядом, если взять его слишком много. Октан-корректоры практически не сказываются на скорость третьей заключительной фазы горения и не добавляют в этой стадии кислорода. Просто нет в составе бустеров такого комплекса элементов и групп из различных металлов-катализаторов. В лучшем случае они повышают октан на пару-тройку единиц, уходит звон пальцев, как говорят в народе, улучшается сгорание во второй фазе и снижается дымность выхлопа за счет оксида железа или марганца, улучшается воспламенение и мягкость работы бензиновых и дизельных движков. Никто и не говорит, что октан-корректоры бесполезны. Нет, они по-своему работоспособны и дают некоторую пользу и помощь движкам, но вместе с тем до комплексных препаратов, которые направлены именно не на коррекцию октановых чисел, а решают целый ворох проблем. Этим октан-бустером, октан-корректором далеко. Если, например, привести такую аналогию, чтобы вам было понятно, ну, допустим, есть два автомобиля. Один с обычным атмосферным четырехцилиндровым мотором, восьмитом или шестнадцатиклапаном, не так важно в этом случае. И второй автомобиль с двенадцатицилиндровым движком, оборудованным двойным турбонаддувом, системой непосредственного впрыска и кучей дополнительных улучшателей. Так вот, на обеих машинах можно и нужно ездить, но назначения и возможности этих двух таких неодинаковых агрегатов, они различны. Тогда, друзья, что вас удивляет в разности подхода к решению проблем сгорания топлива при использовании октан-бустеров и комплексных топливных препаратов? Откуда вообще идут разговоры о конкуренции этих подходов на рынке? Откуда вообще пошли разговоры о поколениях этих препаратов, там, третьем, пятом, да хоть десятом? Поколением чего? Ферроциновых бустеров? Или чего конкретно? Может быть, надо просто хотя бы немного разобраться в этом вопросе. Он далеко не такой простой, как многим кажется на первый взгляд. Поэтому сейчас мы приступаем к разбору состава инверотепс на составляющие. Подробно и по отдельным элементам. Состав инверотепс подробно. Давайте теперь подробно разберем состав инверотепс и то, как он действует, и за счет чего все там и происходит. И начнем мы с главного, образующего этот комплекс, компонента, благодаря которому инвера кардинально отличается под действием от всего, что имеется сегодня на рынках России, США и стран СНГ. И который придает ему такой вот характерный запах герани, цветка герани. Итак, начнем с данных, указанных в официальных открытых источниках, то есть с материала, указанного на сайте компании. То есть с документа МСДС, паспорта безопасности. Какие параметры там указаны? Температура кипения 491 градус, 255 градусов Цельсия. Температура плавления 70 градусов. Флэшпоинт, температура вспышки 113 градусов Цельсия. И кроме того, здесь указано, что это ароматический углеводород. От себя добавлю, что это еще не предельный ароматический углеводород нафтинового ряда, так называемый вторичный амин. Чему, каким температурным характеристикам, температурным параметрам и другим физико-химическим свойствам соответствуют эти вот значения. Температура кипения 255 градусов Цельсия. Температура плавления 70 градусов Цельсия. Температура воспламенения вспышки 113 градусов Цельсия. И характерный запах цветка герани. Цвет, сразу скажу, от бессветного до бледно-серого. Иногда с очень слабым желтоватым оттенком. То есть цвета слоновой кости вещество. Что, кстати, хорошо видно во многих роликах, где партнеры компании или люди, использующие этот препарат, растворяют инвиро в бензинах или дистопливе. И показывают, за какое время таблетка растворяется в топливах. Так вот, друзья. Эти физико-химические свойства принадлежат целой группе веществ, производных, объединенных в целую линейку ароматических соединений с аминной функциональной группой, так называемых вторичных аминов. Они имеют еще одно определение и классификацию, международную классификацию. Биядерные ароматические амины. Их существует, как я уже сказал, целая группа. Дифениламин. Производные бифенила. Дифениловый простой эфир. То есть, бессветные кристаллические иглы, чешуйки, с запахом, похожим на запах герани. Используется активно в медицине, в парфюмерии и во многих очень областях. Об этом еще поговорим. И более сложная и уже кислород, содержащая производные дифениламина. Параоксидифениламин или Н-оксидифениламин в международной классификации. Есть и другие, частично аналогичные, если так можно сказать, вещества, так как полного аналога по ДФА, как его называют сокращенно, все же нет. Немного рассмотрим свойства этой группы веществ. Бифенил, он же фенилбензол, дифенил. Молекулярная масса такая-то, бессветные кристаллы, температура плавления 68-70 градусов Цельсия, температура кипения 254-255 градусов Цельсия, температура воспламенения 113 градусов Цельсия, температура самого воспламнения 566 градусов Цельсия. Легко растворим в спирте, эфире, бензоле и многих других органических растворителях. В бензинах, дистопливах, керосинах не растворим в воде. Бифенил обычно промежуточный продукт. В производстве красителей применяют его как слабый фунгицид, то есть биоциты или фумигатор. В производстве негорючих трансформаторов, их масел, красителей. А смесь бифенила и дифенилового эфира – это высокотемпературный носитель доутерн. Есть такой очень широко применяемый в мире теплоноситель, который заканчивается в систему. И он служит именно для передачи тепла внутри каких-то теплообменников. Называется он доутерм. Дифениловый эфир – это дифенилоксид, простой ароматический эфир. Бесцветные кристаллы с запахом герани. То есть я что хочу особо подчеркнуть, что все эти вещества, вся эта группа веществ, она имеет такой характерный запах, запах цветка герани. Это не я выдумал, он описывается везде, в научных, химических справочниках, и в наших, и в зарубежных. То есть запах герани – это их характерная особенность. Если вы хотите, можете, у кого есть дома цветок герани, можете сравнить запах листов герани и таблеток инверотепс. Есть еще другое вещество из этой же группы – терфенил. Гидроксипроизводные терфенила используются в качестве антиоксидантов, стабилизаторов моторных топлив и масел. Ингибиторов термоокислительной деструкции каучуков. То есть, опять же, очень широкое применение в промышленности в очень многих областях. То есть все эти вещества, производные дифениламинов, очень широко используются в последние 10-15 лет во всем мире. Особенно в США. В совершенно различных промышленных целях. В производстве искусственных каучуков, в нефтеперерабатывающей промышленности, например, бифенилнатрия, я дальше немножко об этом поподробнее скажу, служат самым распространенным реактивом для определения примесей серы в составе нефти. Используются также в сельскохозяйственных целях. Вплоть до применения их в топливной сфере до недавнего времени они используются чаще всего в авиационных керосинах и авиационных бензинах. То есть там, где стабильность топлива имеет наибольшее значение. Вот, например, в нефтехимии очень широко используется бифенилнатрия. Реактив бифенилнатрия, который представляет собой химическое соединение натрия и бифенила в диметиловом эфире. Используется этот реактив для определения примесей серы, как я уже сказал, хлора и некоторых других примесей в образах нефти и нефтепродуктов. Данный реактив имеет сине-зеленый цвет. То есть о чем идет речь, друзья? О том, что слабую сине-зеленую лазурную или цвета морской волны окраску бензином и дистопливом таблеткой инверотепс, растворяясь в них, придает по той самой причине, что содержит в составе вещество из линейки бифенила, а точнее производной дифениламина, N-оксидифениламин. И плюс к этому натрий. То есть вот эти два вещества, производная бифенила, дифениламина и натрий, они дают вот такую сине-зеленую окраску. Как я уже сказал, в нашем конкретном случае в составе инверотепс применено производная дифениламина, известный и широко применяемый в мире антиоксидант, стабилизатор реактивных, авиационных и автомобильных топлив по ДФА, ну сокращенно параоксидифениламин или N-оксидифениламин, как называется это вещество, этот препарат по международной классификации. Дифениламин представляет собой кристаллический порошок, не имеющий цвет, то есть бледно-бледно-желтый, такой почти белый, иногда бессветный, я уже об этом говорил, легко темнеющий при попадании в прямых лучи солнечного света и обладающий выраженным характерным запахом листьев герани. Дифениламин является исходным продуктом, который используется в производстве разного рода антиоксидантов для полимеров. Также он выступает стабилизатором и флегматизатором термостойкости и атмосферостойкости нитратов в целлюлозной промышленности. Нередко это вещество задействуется в аналитической химии, он позволяет обнаруживать ионы и другие окислители, и является окислительно-восстановительным индикатором. Еще одна сфера применения дифениламина и его производных – это медицина. Это вещество может выступать противопоразительным средством при лечении педикулеза и других. В США, по данным на 2010 год, производство этих антиоксидантов составляет более 60% от общего количества всех стабилизаторов, выпускаемых для каучуков, резин и топлив. И еще важный момент. Эта группа антиоксидантов и сам дифениламин, его производная по ДФА, эноксидифениламин, который содержится в инверотепс, обладают свойством пассивирования, то есть они являются ингибиторами коррозии мягких и цветных металлов. Пассиваторы – это такие вещества, с помощью которых металлические поверхности переводят в пассивное состояние. Пассиваторы образуют на поверхности металлов инертные защитные пленки, предотвращающие непосредственный контакт масла с металлом. Почему это важно? Потому что масло, окисляясь под воздействием высоких температур, когда в камере сгорания температуры превышают положенные для масла 220-230 градусов, моторные масла начинают окисляться и образуют такую пленку нагара, смолистых отложений на стенках цилиндров. То есть они откладываются в виде смолистых отложений, смолистых нагаров на верхних поршневых кольцах, компрессионных кольцах и создают дополнительную помеху в скольжении поршня по зеркалу цилиндра. Эти вещества сдвигают также коррозионный потенциал металлов, особенно цветных, алюминия, латуни, сплавов меди, металлов, которые находятся в составе современных автомобильных движков, положительную сторону, тем самым они снижают скорость коррозии. Пассивирование может быть двух видов – химическое и электрохимическое. И в случае с производами дифениламина происходит именно химическое пассивирование. Еще до недавнего времени параоксидифениламин не производился в России и закупался только за рубежом. Чаще всего в США, как я уже сказал. Но так как потребности в его применении и использовании ежегодно растут, то на сегодня в России уже налажено его производство, хотя пока только на двух предприятиях – на ОАО «Волжский оргсинтез» и заволжском химическом заводе имени «Фрунзе». Вообще ароматические амины применяют очень широко в нефтяных, турбинных и трансформаторных маслах. Наиболее близок к ПДФА, к аноксидифениламину, по назначению и действию – ИНОЛ. Другое российское название этого препарата – Агидол-1. У Агидола-1 есть такая особенность – он включает в свой состав эфир, дитрет бутил, и поэтому обладает высокой летучестью этого эфира из своего состава. При температуре выше 100 градусов Цельсия он проявляет высокую летучесть, и поэтому эффективен до температур 100-120 градусов Цельсия. ОПДФА или Н-оксидифениламина – это температура выше, до 240-250 градусов Цельсия. И поэтому Н-оксидифениламин обладает более полезными и эффективными свойствами, чем применяемые в России Агидол-1, он же ИНОЛ, в международной классификации. Тут еще следует особо подчеркнуть такой момент, который касается топливной эффективности этих препаратов-антиоксидантов. Экранированные фенолы, есть такая группа, в которой как раз и относятся Агидол-1, он же ИНОЛ, эффективны в топливах до температур 120-140 градусов Цельсия. А аминофенолы, к которым относятся ПОДФА, он же Н-оксидифениламин, эффективны до 240-250 градусов Цельсия. Поэтому общепризнанный и установленный факт, что экранированные фенолы или дисфенолы, как их еще называют, уступают по эффективности аминофенолам. Надо сказать, что в России также очень большое внимание в последние годы уделяется проблемам неполноценного сгорания топлив и поискам препаратов-катализаторов, вернее каталитических систем с широкими свойствами и воздействием на товарные бензины и дистоплива. Например, много научно-исследовательских работ проводится на кафедре органической химии и химии нефти ГАНГа, то есть Государственной академии нефтегаза имени Губкина. А также в первом институте катализа имени Борискова Российской академии наук в городе Новосибирске. Но вы же понимаете, что научные разработки и результаты исследований еще надо довести до внедрения в производство. А это как раз и коммерчески невыгодно ни нефтяным компаниям, ни владельцам, и не представляет интереса для монополистов нефтегазового рынка в России. Поэтому процентов 97-98 таких научных работ, диссертаций патентов и прототип патентов, то есть готовых к внедрению в производство, так и остаются в архивах и научных библиотеках этих же академий и институтов. В отличие от России, в США заказчиками таких разработок, как правило, являются крупнейшие нефтехимические концернные компании ШЕВ, Эфтон Кемикал, БАСФ, Лубризол и другие, я сейчас все уже не помню. И работы по созданию подобных препаратов ведутся за счет финансирования и предоставления научно-промышленной базы со стороны этих компаний. Поэтому и разработок в области нефтехимии за последние 10 лет в США, Голландии и Франции очень много. Что касается топлива, который мы с вами заливаем почти ежедневно в баке наших автомашин. Антиоксиданты вводятся в топливо для того, чтобы ингибировать окисление углеводородов кислородом воздуха. Низкомолекулярные продукты окисления, там пероксиды, спирты, кислоты и другие соединения, вступают в реакцию полимеризации с образованием высокомолекулярных продуктов, которые содержатся в топливе в виде смол и выпадают из них в отдельную фазу. Чем больше в топливе смол, тем больше образуются отложения в двигателе и топливной системе. Осмоление топлив резко замедляется при добавлении совсем незначительных количеств антиоксидантов от 0,1% до 0,01% и даже чуть меньше. И к таким мощным и самым действенным, то есть эффективно действующим антиоксидантам относятся параоксидифениламин или эноксидифениламин, как его принято называть на Западе, альфанавтол и агидол, он же ионол. Механизм действия этих антиоксидантов, то есть ароматических аминов и фенолов, состоит в обрыве реакционных цепей, то есть происходит образование донорно-акцепторной связи. Атомы антиоксиданта выступают в роли донора и отдают один электронный радикал, то есть тот его забирает, но при этом происходит обрыв цепной реакции, вызываемая свободными радикалами, и эта цепная реакция затухает не начавшись. Такой вот хитрый, но простой механизм действия. Где до недавнего времени самым широким образом применялись антиоксиданты? В авиационных топливах, бензинах и керосинах, как я уже сказал, почти исключительно в тех топливах, которые наиболее ответственны, и где характеристики топлива определяют всю безопасность полетов. Авиационные бензины предназначены для применения в поршневых авиационных двигателях, то есть радиальных 7-9 целедровых движках, для малой авиации и спортивного пилотирования. Авиационные керосины в турбореактивных двигателях. Более высокие требования качества авиационных бензинов и керосинов определяются очень жесткими условиями их применения. Например, в авиационных бензинах содержание параоксиди фениламина или N-оксиди фениламина должно быть не менее от 0,004 до 0,010%. То есть, друзья, ПДФА добавляли и добавляют сегодня в авиационные бензины, чтобы убрать напрочь недопустимое осмаление топлива и другой негатив. И еще один крайне важный момент. Антиоксиданты добавляют еще и для стабилизации антидетонаторов, то есть пересадок в составе авиабензинов и авиакеросинов. Причина в отчим. Пероксиды, образующиеся при окислении бензинов, в том числе и при хранении тоже под воздействием воздуха, снижают их октановое число. Причем снижение может достигать 5 единиц. То есть очень ощутимо. Чтобы бензины не теряли свои антидетонационные свойства, для стабилизации высокого октанового числа в случае использования эфиров, спиртов, а также фетротил свинца, он в авиационных топливах по-прежнему еще используется, эти топлива и присадки стабилизируют с помощью антиоксидантов. И как уже говорилось, чаще всего это именно тот самый под УФА, в общем параоксидифениламин, который входит в состав Энверотепс в качестве основного, образующего этот комплекс вещества. Я надеюсь, что здесь все понятно. Друзья, какой вывод можно сделать по комплексообразующему веществу в составе Энверотепс? То есть по его органической основе, которая и придает ему так много ценных и важных свойств. Эноксидифениламин в составе Энвера первое, он является термостабилизатором, то есть стабилизирует термостойкость, подверженность влиянию температур и атмосферостойкость топлив разного типа при их хранении. Второе, это ингибитор коррозии, то есть он значительно замедляет коррозию мягких металлов под воздействием воды, топлива, масла с высокими температурами спиртов, щелочей и прочих агрессивных сред и жидкостей. Что значит мягких металлов? Это буквально все алюминиевые сплавы марок АК9М2, то есть все алюмины, которые используются очень широко и практически во всех двигателях различных марок. Это сплавы цинка, меди, латуни, никеля, которые также используются в топливных трактах, отдельных деталях двигателя автомобиля и другой техники. Это вещество, входящее в состав Inveratebs, обладает еще и пассивирующим эффектом, то есть оно оказывает влияние на поверхности трущихся пар, стенки цилиндра и поршневые кольца и остальные детали, топливный тракт, впускной коллектор, в том случае, если смесь впрыскивается не прямым впрыском, прямо в камеру, да ранее, а сначала во впускной коллектор и оттуда через впускные клапаны попадает уже в камеру сгорания. Третье. Это вещество является дезактиватором сернистых примесей в нефтепродуктах и вообще в топливе. Это важно, так как сернистые и хлорсодержащие соединения в нефтепродуктах вызывают коррозии и коррозии оборудования. Четвертое. Это биоцидные свойства в топливах и прежде всего в дизельном. Эффективный биоцид, подавляющий нежелательную микрофлору, образование колоний микроорганизмов. Для дизельных топлив это вообще довольно актуально. Пятое. Это вещество антиоксидант. Оно воздействует на образование пероксидов, то есть свободных радикалов, в фазе холодно-пламенного горения топлива. И тем самым предотвращает возможность возникновения детонации от применения бензинов с октановым числом, несоответствующим степени сжатия или от некачественного низкосортного топлива. В том случае, если из-за высокого содержания эфирной присадки МТБ в бензине летом или в теплое время года теряется октановое число, потому что эфир испаряется очень активно, то это вещество антиоксидант предотвращает возникновение детонации в таком бензине со сниженным октановым числом, потому что напрямую воздействует на пероксиды, разрушает образование пероксидов. Шестое, как антиокислитель мешает образованию смолистых отложений во впускном тракте на стержнях, шейках и тарелках лапанов. Седьмое, являясь кислород содержащим веществом, увеличивает эффективность сгорания, выделяя дополнительный кислород в составе топлива-воздушной смеси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok